Привет, ребят! Меня зовут Ваня, вы на канале Робокит, и сегодня я рисую снеговика в очках. Рисуйте со мной, участвуйте в конкурсе, пока я буду рисовать, я вам расскажу. Сегодня снеговик у меня на акварельной бумаге, карандашом и акварельной краской я буду рисовать. Рисуем снеговика очень-очень просто. Я нарисую простого, классического снеговика, самого обычного. Из двух шариков в этом году не очень снежная зима, и у нас только хватило на два шарика снеговика. Здесь нарисуем еще два шарика, хотя мне кажется, что вот здесь шарики я нарисую, вот здесь вот так. Один шарик, здесь второй. Для того, чтобы нарисовать все акварельное бумаги, хорошо и красиво акварельный рисунок, мы сначала делаем набросок. Вот я делаю шарик, шарик, шарик большой, шарик маленький. Теперь я рисую шарфик, мне нравятся шарфики рисовать снеговикам, потому что от этого мне самому становится немножко теплее. Я рисую шарфик, и вот так вот. И я знаю, свинка Пеппа тоже укутывала своих снеговиков именно шарфиками. Здесь рисуем палочки, мне хочется сегодня палочки нарисовать. Я иногда рисую шарики, иногда палочки. Нарисуем круг, нарисуем морковку. Морковку я вот так нарисую, вот так. У него такой курносый нос. Что значит морковка идет вверх? Вот так морковка вверх идет. И нужно, конечно, нарисовать очки. Сейчас рисуем очки. Такие, наверное, вот такие большие нарисуем очки. Большие, большие очки нарисуем. Такие бывают очки. Вот так вот. Вот так, значит, очки. Здесь маленькие шарики. Здесь маленькие-маленькие точечки. Две большие пуговицы с такими крестиками. И вот такой снеговик готов. Только я думаю, что сверху нарисовать. Можно ведро нарисовать, можно колпак. А можно нарисовать какую-то кепку. И я нарисую ему вот такую кепку. Как у Чарли Чаплина, знаете. Не кепку, а даже такой котелок. Как у Чарли Чаплина. Будет такой котелок веселый, улыбающийся Чарли Чаплин. А рисуем мы, как мы сегодня, я говорю, раскрашиваем будем. Акварелью. Для этого у меня есть вода. Водой я залью весь мой снеговик. Смотрите. Я покрашу вот везде, где снег, я покрашу водой. Кроме как я не буду трогать водой. Заполнять шарфик. Шарфик снеговика я не заполняю водой. А все остальное заполняю. Также голову заполняю полностью водой. Не спеша заполняю водой. Кисточкой мягкой. И водой, водой, водой. И морковку тоже не заполняю. А теперь макаю кисточку в голубой цвет. Он у меня такой голубоватый будет. И капаю сюда. Раз. Она растекается. И мы рисуем вот так вот все голубой акварелью. Я рисую голубого снеговика. Такой голубой снеговик. И я вот его рисую, рисую, рисую. Размазываю. Капаю. Еще можно здесь капнуть. Здесь. И у меня все получается размытое, размытое, размытое. Это начало. Так мы рисуем акварелью. Когда мы размываем все это водой акварелью. Не останавливайтесь. Сейчас она немножечко подсохнет акварелью. Я не всегда жду. Мне всегда хочется нарисовать как можно быстрее. Но я знаю, что надо подождать минутку-другую, пока вот эта вода, которую мы нарисовали, немножечко высохнет. А пока мы будем ждать, мы нарисуем что-нибудь другое. Вот так я воду убрал лишнюю кисточкой. Собрал. Она впитала. Кисточка без воды впитывает воду лишнюю. А теперь я возьму другой цвет. Я возьму, например, какой-то синий цвет. Тоже намажу на свою кисточку. Наберу. И вот здесь капну синего цвета. А синий цвет размажется, разольется по всему снеговику тоже. Вот так разольется. Мы рисуем и не спеша синего добавляем сюда. Сюда я добавляю синего. Сегодня немножко трудный рисунок. И я пока сохнет у нас рисунок, я вам расскажу про свой конкурс, который я придумал. Снеговик в очках. Вы рисуете какого-то снеговика. Любого, которого вы хотите. Сами придумывайте, как вы хотели бы нарисовать. И присылайте его в инстаграм. Меня находите. Рыбакит. Папа рисует. Легко меня найти. И участвуйте в конкурсе. Победителю достается коробка масляной пастели от Рыбакит. Так что участвуйте и рисуйте. Пока вы слышали, что я болтал, я немножко размазал вокруг водички, но не дотрагивался до этой воды, которая есть у нас здесь. И теперь я добавлю другого цвета. К примеру, я думаю, какой добавить. Можно разные цвета добавить. Какие хотите, такие добавляйте, конечно же. Но мне нравятся оранжевый и желтый. Потому что мне хочется сделать холодный и теплый цвет. И я добавляю оранжевый везде в фон. Мне хочется сделать нарядный рисунок на Новый год. И чтобы он был очень-очень контрастный, яркий и привлекал внимание. И я добавляю оранжевого везде в фон. Декоративный такой снеговик получился. И настоящий такой, что вот как бы в жизни. А вот немножко вот такой с оранжевым. И он тоже весь размывается, 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 размывается. Пока мы с вами болтали, уже начинает подсыхать и сам снеговик. Это очень хорошо. Пока мы ждем. Я обычно не перематываю свои ролики. Так что и сейчас я тоже перематывать не буду. Замыкать на черт. Я возьму потоньше кисточку и буду пока раскрашивать вот этот вот шарфик. Шарфик, он может быть двух цветов. Красным и черным. Я немножко добавляю воды. Немножечко, немножечко воды. И добавляю красный. Наверное красный. Начну с красного. Может быть даже красным я и остановлюсь. Вот так красного добавляю. И размываю его сюда. Он сам размывается, как мне примерно хотелось бы. Самая проблема здесь это не дотронуться до того голубого, который еще мокрый сам снеговик. И получается у вас такая небольшая пространная точечка. Вот так вот получается. Смотрите, раз возьмем еще красного побольше, красного, поярче красного. У меня сейчас малиновый такой взялся, а я возьму еще красного и добавлю. А теперь можно добавить такого бордового, бордового тоже чуть-чуть мазнуть. И он чуть-чуть потемнее станет. Такой вот рисунок. Отлично. Теперь берем оранжевый. Прям ярко оранжевый возьмем. Ярко оранжевый. У меня сейчас обычные такие акварельные краски, которые я купил в магазине. Они стоили не очень дорого. Мне они нравятся тем, что я ими рисую. И знаю, что почти каждый ребенок может себе такие позволить. Я рисую всегда простыми рисунками, простыми материалами, красками, гуашью, самыми простыми, чтобы я знал, что вы всегда можете повторить. Теперь я возьму черный, такой синий, темно-синий, и вот так покрашу этот котелок, как у Чарли Чаплина. Котелок красен. И тоже стараемся, чтобы он не сильно размывался. Но если размоется, не беда, всегда красиво смотрится, когда капается и размывается акварель. Возьмем черного и макнем сюда тоже. Получается такой рисунок. Отлично. Мне это очень нравится. И мы ждем, когда акварелью рисуешь, всегда немножко не торопишься, потому что торопиться некуда. Если ты поторопишься, ты можешь размыть рисунок, и он у тебя испортится. Вот сейчас я рисую немножечко, добавляю темного в шарфик. Можно полосочки такие нарисовать. И здесь. Я немножко упрощаю, но все-таки рисунок довольно сложный. Я знаю только, ребята постарше смогут повторить его. Так что, надеюсь, у вас есть время нарисовать со мной такого снеговика. Что я еще рисую? Сейчас я вытру вот здесь. То, что потекло, я могу аккуратненько вытереть. Вот так аккуратненько вытереть сухой кисточкой. И у меня становится очень красиво. Очень здорово. Здесь тоже я соберу остатки краски. Получается здорово. Я хочу добавить фиолетового. Прямо ярко-фиолетовый цвет я добавлю вот сюда. И вот так вот акварелью немножечко добавлю сюда-сюда. И прямо буду добавлять. Я, если видите, сейчас не использую палитру совершенно. Сейчас я упрощаю рисунок для того, чтобы не использовать палитру. У меня достаточно цветов. Фиолетовый и яркий. Голубой есть. Розовый есть. Все цвета, которые нужны, у меня есть. Из-за этого я не использую палитру. Я намазал везде немножко фиолетово. Теперь я мокрой кисточкой немножко это растушую. Растушевка это такая вот размывка, когда вы делаете не четкие краски, а немножко размытые. Вот она немножко размылась, размылась, размылась и здесь размылась. Везде, где надо, я это все размыла и получилось очень здорово. Здесь тоже можно немножко размыть. Так, 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 так. Получается классно. Теперь нужно закончить уже снеговика нашего. Я думаю, я возьму темно-бордовый, смешаю с коричневым. Может быть, добавлю темно-коричневый. Я так мешаю сразу, прям на красках. И немножечко беру вот так вот и делаю веточку. Веточка сначала тонкая, потом толще. И еще раз делаю то же самое. Лучше темно-коричневым сразу вот так вот. Раз-раз-раз-раз-раз. Раз-раз-раз-раз-раз. И получается такая веточка, как живая. Как живая. И чуть-чуть толще. Она такая кривая, чуть-чуть тоненькая, чуть-чуть толстенькая. И во все стороны. И получается здорово. А теперь я беру черненький, черненький. И рисую вот эти вот маленькие глазки. Вот теперь нужно, когда мы дождались, что наша акварель высохла, мы рисуем аккуратно тоненькой кисточкой или тоненьким вот, тоненьким кончиком кисточки, чтобы не размыть все остальное. Потому что сейчас каждая точечка может размыться. И мы стараемся вот тут нарисовать очень точно. Отлично. Очки у меня будут такие синий, черный. Я беру синий, черный, мешаю все это дело и рисую очки. И они чуть-чуть хорошо бы, чтобы размылись. Чтобы показать, что все-таки я рисую не просто краской, а акварельной краской. Вот так и вот так. Два очка. И вот так вот еще. Еще мешаем себе краски. Еще делаем. Лучше, конечно, чтобы ваш все-таки рисунок немножко подсох. Теперь немножко черных точек сюда. Почти все. Мы вот такой простой рисунок акварелью нарисовали, но мне он нравится. Ребят, начните с простого. Начните что-то декоративное рисовать. Не сразу такой сложный, а прям суперсложный акварель, который вы можете увидеть, как рисует профессионал. А нарисуйте что-то совсем простое, вот как я сейчас. Ничего сложного. Несколько точечек, несколько размытий кисточки. Но получился снеговик в очках. Теперь я взял красного и нарисую точечки. Вот теперь, когда у нас основная картина уже закончена, вот мы примерно все нарисовали, теперь я могу подводить побольше красного, добавлять желтого, зеленого, черного. И я могу это добавлять, не боясь, что акварель размоется и все растечется. Такой прям классный снеговичок. Здесь можно полосочки добавить, какие-то точечки. Они уже размываться не будут. Теперь я возьму синенький. И сделаю маленькие точечки. Вот здесь я рисую такие неровности. Если чуть-чуть они размываются, я тоже рад. Потому что еще я могу показать, что я рисую акварелью. И еще раз чуть-чуть размываю. Теперь я возьму и сделаю несколько точек. Вот так вот, чтобы смешать голубой цвет. Голубой цвет, который у меня есть, с оранжевым. Немножечко, немножечко. Вот здесь, чтобы не было такого яркого перехода, что вот здесь я все рисую голубым, а здесь все оранжевым. Немножечко, несколько точек. Можно поставить здесь, как будто идет снег, к примеру. Такой рисуночек. Отлично. Мне кажется, я сегодня отлично нарисовал отличного снеговика. Я его рисую для того, чтобы показать вам, что можно экспериментировать, придумывать каких-то новых снеговиков. Не похоже на всех вокруг. Не как все снеговиков рисовать, а необычно, как вы бы сами придумали. И рисовать разными способами, как я показываю в этом году. Я рисую всех снеговиков разными способами. Если вы зайдете на канал, посмотрите, что я нарисовал, то увидите, что каждый мой снеговик нарисован совершенно по-разному. Столб годом, столб счастьем. Приходите, участвуйте, рисуйте, радуйтесь. Я жду ваших рисунков. И прям мне нравится, если вы поставите лайк за такой красивый рисунок акварелью, то я обязательно продолжу рисовать акварелью для самых маленьких, для постарших ребят. И будем развивать свои навыки рисования акварельными красками. Спасибо еще раз. С Новым годом. И до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова